добрый день еще раз значит сегодня мы продолжим доказывать факты которые готовят нас к построению канонических форм операторов так и для начала мы обсудим следующую вещь это будет параграф кто скажет мне какой значит мы обсудим разницу между многочленом от матрицы и матричным многочленом так значит многочлены от оператора и это принципиальная разница потому что одни значит одни из этих вещей коммутируют а вторые нет вот и значит сейчас я вам после этого сразу расскажу доказательства теоремы Келли Гамильтона ну или в хронологическом порядке Гамильтона Келли в алфавитном конечно Келли Гамильтона так значит в котором непонятно почему вообще оно работает почему это не жульничество почему так вообще нельзя все на свете доказывать вот значит так параграф какой 7 значит ну мы с вами говорили уже вот о чем что есть у нас есть так у нас все над полем происходит я не важно над чем но не важно над полем есть кольцо многочленов над полем есть значит любая к алгебра так тогда для любого многочлена f отсюда и любой любого элемента c отсюда ну f имеет вид а nt в степени n плюс и так далее плюс а1t плюс а0 так значит тогда можно подставить c в в ф вот отображение которое у нас сопоставляет каждому многочлену элемент а следующим образом называется как вы помните эвалюации гомоморфизм эвалюации в c так и состоит значит в том что каждому многочлену сопоставляется его значение так ну и в частности да c конечно к алгебра так я тут пропустил что-то но она не обязана быть коммутативной но она обязана иметь единицу к алгебре с единицей так потому что иначе непонятно что сопоставить вот этому да что сопоставить предыдущим понятно что сопоставить а0 непонятно так то есть вот это значит будет а n на c в степени n плюс и так далее плюс а1 на c плюс а0 на единицу алгебры а вот здесь самое существенное это вот это вот но в частности разумеется это можно применить к матрицам то есть в качестве а можно взять матрицы с одной стороны и а с другой стороны в качестве а можно взять ну что-то что почти то же самое да значит можно взять алгебру линейных операторов на каком-то векторном пространстве так вот это будут к алгебре разумеется так и тем самым мы можем подставить в матрицу многочлен и можем подставить оператор в многочлен и получить соответственно матрицу или оператор то есть у нас значит выбор подстановка матрицы в многочлен так значит это вот что такое если мы взяли матрицу так но какой буквой мы матрицу обозначим мы и буквой x обозначили да ну давайте у нас переменная t так что никакого противоречия нет вроде бы правда значит mnk так тогда значит мы можем вот задать гомоморфизм эволюации со значениями в матрицах так которая каждому многочлену сопоставляет вот соответствующий многочлен от матрицы но вот который выглядит вот таким вот образом так а е это единичная матрица так вот эта вот штука называется многочленом от матрицы так и это совершенно не то же самое что матричный многочлен так вот это различие оно является ключевым так значит почему но потому что многочлены от матрицы они коммутируют сейчас мы к этому вернемся просто таки я значит объясню еще раз что это такое значит но посмотрите сюда вот если мы взяли два многочлена то разумеется это кольцо коммутативно поэтому значит они коммутируют так и это значит разумеется поскольку гоморфизм эволюации является гомоморфизмом так значит это значит что f от x на g от x равно g от x на f от x то есть многочлены от одной и той же матрицы коммутируют вот ну и разумеется то же самое мы можем сделать с операторами мы можем подставить значит оператор в произвольные многочлены получить снова оператор на том же вектном пространстве ну что единственный нюанс состоит в том значит в том что такое что такое единичная матрица ну понятно тождественный тождественный оператор то есть если фи принадлежит если фи является оператором на в так то тогда значит f от фи а f тот же самый многочлен f от фи равно а n фи в степени n плюс и так далее плюс а1 фи плюс а0 на тождественный оператор на в так то есть вот тут я просто еще раз пояснил что такое единица в соответствующих алгебрах так ну это действительно является гомоморфизмом алгебра это мы обсуждали в прошлом семестре так вот и вот это вот не следует путать с значит с многочлен от матрицы так это что не то же самое что матричный многочлен так и все понимаешь такое матричный многочлен матч и многочлен это многочлен коэффициентами которого являются матрицы так значит вас матричный многочлен это м н к от и так и все поняли в чем огромное различие этих вещей от тех вещей которые мы до сих пор рассматривали до сих пор мы рассматриваем многочлены обычный в котором подставляли одну матрицу одну матрицу и эти вещи коммутировали между собой так а эти вещи они коммутативны или нет ну нет конечно так значит вот но называть это теоремой смешно но я назову теоремой значит что вот это вот равно вот этому ну это как бы важнейшее структурное свойство понятно что здесь сказано да так что значит вот матричный многочлен это тоже самое что матрица элементами и матричными элементами которые являются многочлены просто по-другому записаны так то есть вот если у нас теперь значит а н н н мы не можем использовать м ну м а м и так далее а 0 это матрицы плохо да потому что я хочу нижний индекс использую давайте вот так вот что ли буду писать так и вот мы рассматриваем матричный многочлен так но так все понимают что этот матричный многочлен значит можно ну если мы произведем операции до сложение так что мы получим мы получим матрицу вот отсюда элементом который в позиции и йод что является а является вот что а м йод т в степени м плюс и так далее плюс а 1 йод на т плюс а 0 йод так где значит а а аж и йод это элемент матрицы аж той матрицы стоящей в позиции и йод здесь аж от единицы до м от нуля до м а йод от единицы до м так и вот эта вот штука уже является обычным многочленом так ну понятно что я сказал или нужно еще раз переписать вот значит но разумеется это не коммутативная вещь так это не коммутативная вещь и вот это вот принципиально важно понимать о чем мы в настоящий момент говорим так вот я говорю что я напишу д качество теоремы теоремы гамильтона келли из которого будет непонятно почему оно верно оно верно но из этого д качества это не понятно если так как изложить так как алгебраисты это рассказывает себе друг другу то это просто так сказать мирянину будет абсолютно непонятно именно ровно потому что неясна разница между этими вещами вот значит это это вторая мысль которая хотел сказать значит ну и наконец последняя мысль это то как же связано матрица многочлена от оператора с матрицы исходного оператора так и в том же базисе и что происходит с собственными числами при этом вот это мы будем самым существенным образом использовать вот значит две последние мысли очень простые так но просто их нужно сформулировать для того чтобы в дальнейшем ими пользоваться значит это первое значит мысли но на самом деле не первые у нас уже две мысли были да это это третья мысль это четвертая мысль значит что происходит с матрицей ну и чему равна чему равна матрица многочлена от оператора так ну вот опять очевидный факт который я назову теоремой но по-немецки пожалуй описал бы зац все-таки они хаупт зац но для лемма это так сказать это слишком важный факт имеющий самостоятельное значение а для теоремы слишком простой вот значит что если x матрица фи оператора на в в базисе в базисе и 1 е то матрица f ну да а а f это какой-то многочлен то матрица f от фи в том же базисе равна сюрприз сюрприз а ну конечно f от x да почему же еще да так значит понятно да так значит просто для этого нужно вспомнить что а что для этого нужно вспомнить кстати может сказать доказательства я мне больше места не понадобится и это не слово очевидно так что мы должны сказать ну что поставление значит оператору его матрицы является да вот достаточно верно является гомоморфизмом на самом деле даже изоморфизм для конечно мирных пространств но достаточно того что является гомоморфизмом ровно это и сказано конечно значит f x гомоморфизм так вот это все доказательство все понимают что это все доказательство да так и пятая мысль последняя значит что происходит с собственными числами так ну и что же происходит значит если ну давайте я в такой форме сформулирую сразу в виде соответствия не просто что происходит с собственными числами а как предъявить собственный вектор отвечающий какому собственному числу значит если вы из в собственный вектор фи оператора отвечающий собственному числу сюрпрайз сюрпрайз какому собственному числу f от лямб вот а доказывается это так значит на самом деле то что если вообще есть два любых оператора не обязательно один оператор а просто два любых оператора есть общий собственный вектор значит доказательство сразу вытекает из следующей лиммы значит лимма пусть в общий собственный вектор операторов фи и пси на пространстве в отвечающий собственным числом лямбда и мю соответственно ну и альфа это какой то скаляр тогда значит первое в это собственный вектор суммы отвечающий собственному числу лямбда лямбда плюс мю конечно так ну нужно ли доказывать доказательство фи плюс пси от в равно как определяется сумма операторов так а это собственный вектор для одного и для второго ну ну а это дистрибутивность относительно сложения скаляров так значит второе в собственный вектор фи пси отвечающий собственному числу лямбда мю так ну все поверили сразу да доказательство фи на пси от в равно фи от пси от в равно фи от в мю равно фи от в мю равно фи в лямбда мю равно в лямбда мю так тут ничего не нужно объяснять правда так ну и последнее значит последнее это что при умножении на скаляр это ж не просто должен быть гомоморфизм гомоморфизм колец это должен быть гомоморфизм алгебр правда так значит поэтому третье свойство сейчас мы кстати доказываем что что-то является гомоморфизмом так что является гомоморфизмом это так и нужно будет сформулировать сопоставление то есть каждый вектор собственный общий да определяет гомоморфизм да в наше поле значит ну и последнее что альфа фи от лямбда общего альфа фи от в извините равно так это я декатисты пишу а я хочу сформулировать значит а сформулировать я сформулирую правильно так и я посмотрю все ли вы правильно сформулируете значит в собственный вектор альфа фи отвечающий собственному числу так ну теперь я жду ответа а ну скажите а ну что из них правильно что из них на самом я понимаю что наше кольцо поле коммутативно но что из этого на самом деле правильно правильно да замечательно лямбда альфа так и все поняли почему да так доказательства значит доказательства альфа фи от в равняется фи в от альфа на умножить на альфа равняется в лямбда альфа равняется в лямбда альфа абсолютно верно да вот то есть значит ну и понятно что вот это отсюда сразу следует то есть любой многочлен от оператора получается применением трех операций возведение многочленов степень умножения на скаляр и сложение так вот и при всех трех операциях происходит то что должно происходить поэтому значит просто из этой лембы сразу вытекает вот это такое следствие вот хорошо значит ну я думаю что у нас все готово для того чтобы сформулировать теорему значит Келли Гамильтона и двумя способами ее доказать так это основной факт который говорит что значит ну так априори понятно что любая матрица степени n аннулируется каким-то многочленом степени n квадрат понятно почему потому что пространство матрицы n на n имеет размерность n квадрат так там не может быть больше чем n квадрат плюс один независимый не больше чем больше чем строго больше чем n квадрат независимых элементов любая матрица аннулируется многочленом степени n квадрат так а теорема Келли Гамильтона говорит что любая матрица степени n квадратная аннулируется многочленом степени n так ну а именно характеристически многочлен так вот давайте посмотрим на следующий параграф параграф 8 теорема Келли Гамильтона диаметрическое доказательство ну я начну с общей преамбулы для а ну и параграф 9 теорема Келли Гамильтона алгебраическое доказательство так я начну с общей преамбулы которые относятся значит и к тому и к другому вопросу так ну вот Келли Гамильтон понятно что пишется вот так вот так и сама эта теорема утверждает что любая матрица является корнем своего характеристического многочленения ну на самом деле над коммунитивным кольцом произвольным так но почему-то в первом доказательстве я докажу вам что над полем но докажу другим способом так значит вот что утверждает эта теорема так значит ну вот давайте посмотрим на матрицу на случай n равно 2 ну видимо случай n равно 1 не интересен правда да это база индукции скаляр является скаляр лямбда является корнем многочлена t минус лямбда я думаю что мы в это верим правда значит если f равно t минус лямбда то f от лямбда равно нулю это n равно единице я думаю что в это легко поверить так что утверждает значит теорема Кэрри Гамильтона для n равного 2 вот ее доказал Гамильтон так значит и она выглядит так если у нас x это матрица a b c d так то тогда верно следующее я вам ее писал в прошлом семестре когда мы обсуждали комплексные числа вы должны помнить она утверждает следующее что значит x квадрат минус след x x плюс определитель xe равно нулю так ну вот давайте напишем что здесь написано здесь написано следующее a b c d в квадрате минус a плюс d на a b c d плюс значит a d минус b c на 1 1 равно нулю ну проверьте сложите что что-нибудь из этого нулевый угол почитаем посчитали a b плюс b d минус три вещи входят с плюсом со знаком плюс три вещи со знаком минус так ну посчитали да а квадрат плюс b c минус а квадрат плюс а д минус а д плюс а д и минус b c все сократилось вот ну в общем все сократится так но у меня в конспекте я не знаю буду я принять на доску или нет значит мне не хочется значит такое же тождество которое написал келли для n равного true для комплексных чисел глубинный смысл состоит в том что каждое комплексное число является корнем квадратного уравнения вещественного потому что значит след и норма ну квадрат нормы значит значит то что алгебраист называют нормы они то что аналитики называют квадратного норма xy называют нормы значит комплексного числа являются вещественными числа т.е. глубинный смысл этого уравнения состоит в том что каждое комплексное число удовлетворяет квадратному уравнению с вещественными коэффициентом Просто комплексное число это матрица вот такого вида АВ минус БА. Но это определение комплексного числа по Келли. Так, значит, то есть это ровно тот же самый круг идей, да? Это обсуждалось в прошлом семестре, нет? Это просто да, да, да. Я это забыл включить в экзамен. Ну, бывает. Поскольку я руководствовался какими-то предыдущими списками вопросов и забыл просто включить главу в экзамен. Леша не встал мне, он мне указал уже там за два дня до экзамена, уже как-то было. Я решил вас не огорчать, чрезмерно. Вот, значит, Гамильтон, Келли, извините, написал такое же точчество для вот n равного 3. Так, ну вот я могу его показать на камеру. Вот оно. Могу написать? Ну, как скажете. Так, значит, там второй коэффициент след. Значит, третий коэффициент определитель. А самое интересное, что является коэффициентом при первой степени матрицы. То есть, вот, значит, х куб минус след х на х квадрат, значит, минус определитель х на е, это равно нулю. Так, ну вот, а самое интересное, что здесь является коэффициентом. Так, а здесь коэффициентом является, вот если у нас есть матрица A, B, C, D, E, F, G, H, I, где E не обязательно является, а I тоже не обязательно является, да, где E не является единичной матрицей, там и так далее. Вот, значит, то тогда вот этот коэффициент равен вот чему, он равен сумме главных миноров матрицы вот этой порядка 2. Значит, сумма главных миноров x порядка 2. Так, осталось помнить такой главный минор, у которого номера строк и номера столбцов совпадают. Так, то есть, значит, вот этот определитель, плюс вот этот определитель, плюс вот этот определитель. Так, ну вот, я думаю, что я вам написал то жество Келли. Так, значит, вот, вот это то, что доказали Гамильтон и Келли. Так, после чего уже где-то там буквально в 80-е годы, то есть очень поздно, Фрабениус доказал следующую теорему. Значит, теорема Гамильтона Келли Гамильтона. То есть, хронологически должно быть наоборот. Фрабениус. Значит, ну здесь где-то кавычки можно поставить, можно не ставить при желании. Значит, звучит так, что для любого х из МНР, значит, х х от х равно нулю. То есть, любая матрица является корнем своего характеристического многочлена. Доказательство этой теоремы выглядит так. Сейчас я вам напишу доказательства, а потом, значит, вы мне скажете, что вы здесь понимаете, что вы здесь не понимаете. Значит, доказательства. По теореме Лапласа, который я вам доказывал, который я вам доказывал перед, непосредственно перед теоремой Крамера. Вспомнили, да? Значит, х минус ТЕ, значит, на, как это называется, присоединенная к ней матрица, на х минус ТЕ. Так, чему это равно? Ну, равно определителю, да, вот этой матрицы, умноженному на Е. Так, определитель х минус ТЕ умножить на, на Е. Ну, и это же равно х минус ТЕ, значит, на х минус ТЕ присоединенная. Ну, а этот определитель, конечно, равен х х от Т. Так, отлично, подставим в это равенство, да? Еще раз напомню, что такое решетка. Решетка – это присоединенная матрица. А, вот, просто, ну, вы же, вроде, попросили вас писать ее через анж. А-а-а, отлично, adjoint. Так, вот так вам понятней? Да. Отлично. Так, ну, равенство – это вот ровно теоремы Лапласа, правда? Отлично. Подставим сюда, подставим сюда t равно х. Можем же подставить? Так, ну, здесь явно получится 0, правда? Ну, значит, это равно нулю. Так, значит, х минус х на Е равно нулю, следовательно, х от х равно нулю. Так, доказательство закончено. И это правильное доказательство. Вопрос состоит в том, чтобы понять, почему это правильное доказательство. Почему таким же способом нельзя доказать все на свете? То есть вот тут я привожу где-то вам в таком же духе рассуждение такое. Значит, вот чем это доказательство отличается от следующего? Вот это на самом деле профессиональное доказательство. То есть алгебраист для себя доказывает такого рода вещи вот так вот, да. Так, значит, но это при условии, что он уже понимает, что говорится. Так, вопрос. Здесь у него называется Куан. Так, и вы знаете, что такое Куан, да? Так, если вы изучаете дзем-буддизм, то… Чем мы здесь и занимаемся, собственно говоря, в своем роде. Достигаем просветление, как я вам уже говорил. Стремимся к сатаре. Так, значит, чем это доказательство отличается от следующего? Неправильного. Ну, это не нужно было, это лишняя подсказка, которая снимает, так сказать, всю внутреннюю противоречивость этого дела. Так, а следующего неправильного доказательства. Значит, следующее доказательство. Хи икс от икс равно дэт икс минус икс е равно определителю нуля, равно нулю. Здесь одна строчка, здесь одна строчка. Чем они отличаются с минусом? Вот этому был посвящен предыдущий вопрос. Вопрос состоит в том, куда можно подставлять матрицу? В какой многочлен можно подставлять матрицу? С какими коэффициентами? Чтоб это был гомоморфизм. Еще раз, еще раз, Вячеслав. С коэффициентами из К. С коэффициентами из К. Так, а можно ли подставлять матрицу в многочлен с коэффициентами из кольца матриц? Это не коммутативно, если это не будет гомоморфизмом, то есть будет зависеть от формы записи многочлена. Так, то есть вот гомоморфизм эвалюации мы потому и ограничивались в определении кольца многочленов обычно коммутативными коэффициентами, чтобы суметь подставить туда что угодно. Так, то есть если у нас коэффициенты не коммутативные, то туда можно подставлять только то, что коммутируется коэффициентами. А, и то не вдруг, зависит от формы записи, да? Опять же. Так, значит, ну в общем можно подставлять многочленов с коммутативными коэффициентами. Вот, а многочленов с некоммутативными коэффициентами подставлять нельзя. Это ровно то, что мы обсуждали в предыдущем вопросе. Так, то есть вот это декачество правильное, но нужно понять, почему оно правильное. Почему сюда можно подставить? Это что-то значит на самом деле. А вот это декачество, конечно, неправильное. Хотя на вид разницы между ними никакой, правда? То есть и то, и другое кажется обманом. Но одно из них обманом не является. Вот, но сейчас, значит, я вас постараюсь убедить, что факт этот верен, так сказать, независимо от, от того понимаем, что мы здесь написано или нет, так, и приведу, значит, декачество для поля. Значит, параграф 8, значит, геометрическое декачество. Оно выглядит следующим образом. Ну, на самом деле, поскольку формула-то полиномиальная, конечно, если мы докажем ее для поля, то мы докажем ее для любого коммотивного кольца. Так, а для поля, ее достаточно доказывать только для алгебраически замкнутого поля, но поскольку, понятно, да, если, значит, ну, перейдем просто от поля к алгебраическому замыканию и будем рассматривать, матрица от этого не изменится. Многочлены ее практически от этого не изменятся, но просто мы будем считать, что все происходит над алгебраическим замыканием, от этого что-то другое изменится. Что от этого изменится? Над алгебраически замкнутым полем, это, собственно, определение алгебраически замкнутого поля. Каждый линейный оператор имеет собственный вектор. Мы обсуждали, что такое над полем собственный вектор. Так, собственное число это корень физического многочлена, да, а корень физического многочлена, это ровно значит, что какой-то определитель равен нулю, это ровно значит, что там какая-то система имеет нетривиальное решение. Так? Ну, если у нас что-то с коэффициентами над k и вопрос с коэффициентами над k, и ответ с коэффициентами над k, то вы, а вычисление можно проводить над k с чертой, конечно, да. Если мы хотим доказать формулу полиномиальную, которую, конечно, мы можем перейти к алгебраическому замкнутому. Значит, первое, значит, первое, если докажем для произвольного поля будет верно, а для любого коммунитативного кольца, и второе, значит, достаточно доказывать для алгебраически замкнутого поля. И третье, поле k алгебраически замкнутого, это эквивалент тому, что любой оператор, фи в конечномерном векторном пространстве имеет собственный вектор. Кстати, если вы хотите доказывать основную теорему высшей алгебры, там, алгебраическую замкнутую поля c, то проще всего ее доказывать. Ну, не проще, конечно, будет длиннее, но элементарнее всего доказывать ее в таком виде. Доказывать, что любой оператор в конечномерном векторном пространстве на c имеет собственный вектор. Вот, и все поняли уже, так, я уже доказал теорему каллигарически или еще нет? Ну, после этого нужно одно слово произнести. Нет. Хорошо, три слова. Индукция по размерности. Да, все, точка. Доказательство закончилось. Так, ну, после перерыва я могу это написать, могу уже не писать, потому что уже все очевидно, правда? Индукция по размерности. Доказательство индукция по размерности. Значит, доказательство теоремы Келли Гамильтона, индукция по размерности. n размерность v. Так, ну, либо нужно в этом месте заканчивать доказательство, либо сказать еще пару слов. Как скажете? Лучше сказать. Так, база индукции. n равно 1. Очевидно. Мы уже обсуждали. Значит, на одномерном пространстве каждый линейный оператор является гомотетией. Гомотетия является корнем линейного двучлена, правда? t минус λ. Намотетия с коэффициентом λ. Вот, значит, шаг индукции. Но вот предположим, что, предположим, что для меньших степеней уже доказано. Для меньших размерностей уже доказано. Так, значит, пусть у нас φ это оператор на инмерном пространстве. Так, значит, пусть у нас v это собственный вектор оператора φ. Значит, ну, это значит, что φ от v равно v на лямбда. Для некоторого лямбда собственного числа, лежащего в k. Так, ну, вот это вот ровно то место, которое, в котором мы предполагаем, что поле алгебраически замкто. Да, потому что понятно, что над произвольным полем оператор вообще может не иметь собственных чисел, лежащих в основном поле. То есть, когда, например, вы рассматриваете вот такую матрицу, 0,1-1,0, рассматриваете такую вот матрицу, вещественную 2 на 2 матрицу. Ну, понятно, что у нее собственные числа равны, это корни многочлена t квадрат минус, t квадрат плюс 1, но они равны плюс минус и. Ну и кто из них лежит в основном поле? То есть, где у этой матрицы есть вещественный собственный вектор? А, это отвечает на ваш вопрос, да? Вот, где у нее вещественный собственный вектор? И нету, да? Значит, есть комплексный собственный вектор, да? Но под пространство, порожденное его вещественное и мнимое счастье, будет инвариантно. Вот, значит, вот, то есть здесь предполагают, что поле алгебраически замкто, значит, так как k алгебраически замкто. Ну, это что значит? Это значит, что мы можем взять базис следующий, взять базис такой v, а потом, но потом что угодно, там v2 и так далее vn, это дополнение до базиса, то есть все это вместе, значит, базис v. Ну, раз я их написал n штук и написал, что они порождают, порождают v, vn мерно, то они автоматически образуют базис, да? Понятно, да? Так, значит, ну и я, значит, рассмотрю пространство, которое порождено всеми векторами этого базиса, кроме первого. Так, но тогда, значит, v, это есть прямая сумма k на v плюс u. Так, и причем, вот это пространство инвариантно, это пространство мы не знаем инвариантно или нет, это нас не волнует, а вот это пространство инвариантно. Так, это что значит? Это значит, что вот в этом базисе матрица имеет вид, значит, x равно лямбда 0y, значит, ну а здесь звездочка, где y, это матрица оператора, индуцированного на фактор пространстве. Так, на фактор пространстве, значит, v по kv, извините, который изоморф на u, изоморф на u. Так, и оператор φ там действует одинаковым образом. Понятно, что я сейчас сказал? Сейчас следующее, что вот если мы применим оператор φ к этим векторам, то что, значит, получится, будет выражаться как линейная комбинация исходного базиса. Давайте отбросим просто слагаемые содержащие v, а ставим только слагаемые содержащие остальные. И это значит, что вот то, что здесь получится, вот это и будет этой матрицей. Так, то есть это матрица, которая, значит, отвечает действию оператора φ на фактор пространства. Так вот, ну так отсюда следует, конечно, что х х от равняется, равняется лямбда минус т умножить на, ну, на какой-то многочлен, на какой многочлен? Ну, на вот то, что получится, если из этой матрицы y, что это будет такое? Это будет критический многочлен матрицы y. Ну, понятно, да, вычли отсюда t по диагонали, да, посчитали определитель, определитель ступенчатой матрицы, вот это вот лямбда минус т, а это критический многочлен матрицы y. Но мы уже знаем, что х х х равно нулю по индукционному предположению, правда, да? Так, это что значит? А это значит следующее. Значит, это значит следующее, что когда вы подставите, значит, матрицу x вот сюда, то вот то, что стоит здесь, будет равно нулю. Ну, а вот здесь будет что-то. х х х равно лямбда, ну здесь звездочки, ну а здесь, извиняюсь, все нули. Это вот ровно индукционное предположение, правда? Вот, отлично. А теперь мы говорим, так, то есть это значит, что образ этого, значит, дела, а х х и у от х содержится в КВ. О, О, но КВ это любой вектор из КВ аннулируется, аннулируется т минус лямбда, правда? Вот, то есть это значит, что х х от х равно, значит, х минус лямбда, правильно я написал? Или лямбда минус х? Лямбда минус х х и у от х? Вот, вот это вот сидит в КВ, а это аннулирует КВ. Значит, это равно нулю. Все, доказательство закончено. Так, ну вот на самом деле это тоже не слишком сложное доказательство, так, но оно использует вот те редукции, которые здесь были произнесены, то есть это, ну это зависит от того, что человеку, значит, больше нравится, в каком стиле он сам для себя рассуждает, в калькулятивном, или что ему проще воспринимать, вот цепочки такого рода рассуждений или какую-то цепочку вычислений. Для разных людей по-разному. Я с удивлением много раз обнаружил, что разным людям проще понимать абсолютно разного типа доказательства, абсолютно разного типа рассуждений. Так, и поэтому я все-таки воспроизведу второе доказательство, алгебраическое доказательство, вот так примерно, как это рассказывалось, значит, рассказывалось мне самому, когда я был в вашем возрасте. Но тогда мне не объяснялось, что на самом деле здесь происходит, а это все маскировалось под некую цепочку, так сказать, просто выкладок. То есть не объяснялось, в чем смысл этих выкладок состоит. Ну да, там что-то производится там и потом что-то оказывается равным нулю. Ну и что? В чем смысл-то? Как это, так сказать, понять, что произошло на самом деле? Вот, параграф 9, правильно, да? Алгебраическое доказательство. Так, итак, мы хотим понять, вот, значит, что же на самом деле значит это вот равенство. Значит, х минус ТЕ joint, х минус ТЕ равно х х от Т на Е равно х минус ТЕ, х минус ТЕ joint. Ну на самом деле чему это все принадлежит? Так, но на самом деле это принадлежит, значит, вот чему. Все происходит сразу над коммунитивным кольцом. Вот, значит, ну вот вопрос в том, почему мы сюда можем подставить, значит, матрицу Х. Так, ну чтобы понять, что здесь на самом деле говорится, давайте распишем вот это вот дело, значит, распишем по степеням ТЕ. Так, значит, ну вот получим следующее. Давайте обозначим коэффициенты, это будет матричный многочлен. Многочлен, коэффициентами которого являются матрицы. Так, В минус 1Т в степени Н минус 1, но поскольку степень этого многочлена, здесь определители порядка Н минус 1, так, степень этого многочлена равна Н минус 1. Плюс и так далее, плюс В1Т плюс В0, где ВИТ и суть матрицы на Д. Вот, и тогда, значит, вот, то, что здесь написано, здесь написано следующее, что вот хи Х, хи Х от чего-то, что мы сейчас напишем, ну давайте я напишу от У, равно, значит, ВН минус 1 от У, Н минус 1 плюс и так далее, плюс В1У плюс В0 на, чего там, Х минус У. Так, где У, это какая-то матрица, тоже. Когда? А на вопрос, когда, когда имеет место равенство? Мы уже отвечали в прошлом семестре, что, значит, вообще говоря, мы это можем гарантировать только, если, если что. Значит, чтобы что-то можно было подставить в многочлен и то, что получится, не зависело от формы записи этого многочлена, это должно коммутировать с коэффициентами. И коэффициенты должны коммутировать между собой. Так, то есть это, значит, действительно вот это равенство имеет место, если У коммутирует чем? Ну, со всеми коэффициентами. Где есть коэффициенты? Вот коэффициенты матрицы и вот коэффициент. Значит, равно, если У коммутирует с, значит, Бн минус один и так далее, Б0 и Х, ну и они коммутируют между собой. Вот, то есть, например, для того, чтобы сюда Х можно было подставить, оно должно коммутировать со всеми БИТами. Так, ну, с чем матрица заведомо коммутирует? Мы это сегодня обсуждали в начале лекции. С многочленами от себя. С многочленами от себя, Миша, замечательно. Замечательно, да. С многочленами от себя, да. Совершенно верно. Так, ну и теперь все поняли, в чем будет состоять настоящее доказательство теоремы Келлигамина. В том, чтобы проверить, что вот эти вот все БИТы являются многочленами от матрицы, от матрицы Х. Значит, Лемма, то есть мы докажем более сильную вещь, не просто, что коммутируют, а что они в действительности являются многочленами от матрицы Х, вот таких вот степеней. Значит, матрица, матрица БН минус И, является многочленом степени и минус один от, от Х. Ну и доказательства. Сравниваем степени, сравниваем коэффициенты при степенях, при степенях Т, в выражении, выражение Х минус Т Е joint, Х минус Т равно Хи Х Т Е. Так, ну начинаю со старшего. Начиная со старшего. Так, ну старший... А? Вот это, да? Да. Начиная со старшего. Так, значит, старший... Там вообще Х не входит, правда, да? Там просто будет Т в какой-то степени слева и справа, да? Так, значит, ну да, то есть БН минус один степени ноль. Ну и дальше, значит, пишем рекуррентное соотношение, которое выражает, понимаете, да? Которое говорит, что каждое следующее будет иметь, значит, степень на единицу больше, так? То есть БН минус два равняется Х на БН минус один минус, значит, минус... Ну давайте напишем Хи Х от Т тоже в таком же виде, значит, минус единица в степени Т, Н плюс СН минус один, Т в степени Н минус один, там, плюс и так далее, плюс С1Т плюс С0, значит, минус С, СН минус один, ну и так далее. Так, то есть, значит, каждый раз у нас при понижении степени, при понижении номера степень по Х будет на единичку увеличиваться. Ну и понятно, что, так сказать, мы получим, что каждый следующий является многочленом тоже от Х, но на единичку большей степени. Вот, вот и все, это значит, что, так, доказательство Леммы, да? Это значит, что действительно вот это все многочлены от Х, но это сам Х, ну и следовательно вместо Y можно подставить Х. Получится что-то, а здесь получится ноль, вот и все, доказательство закончено, так? То есть, значит, действительно, то доказательство, которое я вам привел сразу, вот это доказательство, оно было правильным, но, значит, тут нужно сказать, почему оно является правильным. А подставить вам туда вот в то, что было в Куане никак не удастся. Понимаете, почему, да? Потому что никто не сказал, что то, что там стоит, будет коммутировать. Вот. Так, ну, вот это, значит, простой, но важный факт. Так, у нас осталось сколько минут? А сколько мы? В сорок, пятьдесят минут заканчиваем, да? В сорок, да. В сорок, да. Значит, мы доказали важнейший факт. Так, но давайте я вам скажу, в какой форме в действительности он обычно, что на самом деле будет использоваться из этого. На самом деле, из этого будет использоваться следующее. Вот, посмотрите, размерность MNK равна N квадрат, если K это поле. Так, ну отсюда следует, что? Что вот если мы возьмем любую матрицу и посмотрим на ее степени. Значит, вот степени нулевую, первую, квадрат и так далее. И до N квадрат, то вот количество элементов здесь равно N квадрат плюс один. И они сидят в N-мерном пространстве. Извините, в пространстве размера N квадрат. Значит, они очевидным образом линейно зависимы. То есть, что это значит? Это значит, что для любой матрицы существует многочлен, значит, F из K от T, степень которого не превосходит N квадрат, значит, такой, что F от X равно нулю. Вот такой многочлен называется аннулирующим многочленом. И сейчас мы как раз начнем изучать свойства аннулирующих многочленов и свойства всех сразу аннулирующих многочленов. Идеал, аннулятор, то, что называется матрица X. Так, значит, аннулирующий многочлен степени N квадрат. То есть, существует аннулирующий многочлен степени N квадрат. Так, а что нам говорит теорема Кейли и Габильтона? Что на самом деле... А? Нет, он говорит, что на самом деле... Существует аннулирующий многочлен степени не больше... Не больше, чем N. Вот. Не N квадрат, а N. А, кстати, почему? А потому что матрица порождает... Одна матрица порождает, вот, значит, не все кольцо матриц, а что-то коммутативное там. Многочлены от нее все коммутируют. Понимаете? То есть, если мы будем брать суммы, произведения, мы всегда будем получать многочлены от одной матрицы, и это всегда будет чем-то коммутативным. А что-то коммутативное вот здесь, так, оно имеет, конечно, гораздо меньшую размерность, чем N квадрат. Так, но вот то, что порождает одна матрица, вот то, что говорит теорема Кейли и Габильтона, всегда имеет размерность не больше, чем N. Понимаете, да? Вот что говорит теорема Кейли и Габильтона. Так, значит, то есть следствие 1, любая матрица Х из МНК имеет аннулирующий многочлен, значит, степени, степени не превосходящие. Ну, потому что степень, так, доказательство, значит, степень Хи от Х равна N. То есть, на самом деле, может быть, она чем-то еще меньшим аннулируется, но уж своим характеристическим многочленом она точно аннулируется. Так, вот это вот на самом деле часто формула не нужна, нужно именно это утверждение, понимаете? Так, а еще чаще даже и это не нужно, а нужно следующее. Значит, что обратная матрица сама является многочленом от матрицы Х, если она существует. Следствие 2, что, значит, если определитель Х не равен нулю, то обратная матрица является многочленом, значит, многочлен от Х. Так, ну, принадлежит К от Х, где Х это матрица, это не перемен. Так, понятно, что здесь сказано, да? И понятно, почему это верно. Ну, напишите, значит, доказательство, напишите равенство соответствующее, да? Вот Хи Х Х равно нулю. Так, посмотрите на то, что там стоит при... Так, но быстрее. Осилили, отлично. Вот, тогда давайте я вам дам задачу. Продолжение. То же самое верно для почти коммутативных колец. Знаете, что такое почти коммутативное кольцо? Мы доказали сейчас для коммутативных колец. Так, а, значит, на самом деле, кольцо называется почти коммутативным, если оно, конечно, порождено как модуль над коммутативным кольцом. А, нужно предложить включить это в листочки. Хорошая задача на понимание того, что такое кольцо. Значит, задача R называется почти коммутативным. Так, ну по-английски называется module finite. Значит, если, ну almost commutative тоже раньше говорили. Если R конечно порождено как модуль над коммутативным кольцом, но доказать, что над таким кольцом любая матрица обратная к любой матрице X из G, L, N, R является многочленом от X. Отлично. Я начинаю последний вопрос тогда. Сегодня закончить я его, видимо, не успею, но начну. Последний вопрос, после которого я должен буду принимать решение. Я откладываю, я все еще откладываю решение о том, как вам доказывать жордановую форму. Что доказывать? Доказывать жордановую форму или классифицировать модули, конечно, порожденные модули над кольцом главных идеалов. Ну вот, после следующего вопроса мы должны будем принять решение. Это то, на что я намекнул в прошлый раз. Что на самом деле изучение, значит, изучение вектных пространств над k с линейным оператором, это то же самое, что изучение модулей, ну, конечно, порожденных модулей над k t. Так, все понимают, почему это одно и то же. Значит, еще раз. Вот у нас есть вектное пространство и оператор в нем. Так, я утверждаю, что вот это тогда фи превращает, превращает v в k от t модуль. Вот это то, что мы только что делали. Для этого нужно просто подставить в каждый многочлен. Так, мы взяли вектор из v и взяли, значит, многочлен из k от t. И мы хотим определить, как этот многочлен действует на векторе v. Так, ну вот у нас есть здесь две буковки. Так, все буковки, которые… Не бывает свободных переменных в правильной формуле, вы помните, да? Если какая-то буковка написана на доске и не является ошибкой, то она должна быть задействована в той формуле, которая, так сказать, будет написана. Так, значит, что вот у нас есть здесь буковки… Так, нужен цветной мелок, да? Это буковка фи и буковка t. Так, это значит что? Так, ну f это f от t, правда, да? Так, а у нас… Мы не знаем, как действует t, но мы знаем, как действует… Как действует фи. Это значит, что мы можем отобразить… Отобразить t в фи. Мы знаем, как действует фи, значит, мы знаем, как действуют любые операторы от фи, правда, да? Любые… чего? Любые… любые многочлены от фи, да? Так, и тогда вот то, что мы с вами проверили сегодня в первом вопросе, ровно утверждает, что вот эта формула задает на v структуру k от t модуля. Она утверждает ровно вот это. Так, и поэтому, значит, что мы изучаем дальше, каким языком мы будем пользоваться? Это именно и только вопрос языка. То есть это не вопрос существа дела, это вопрос языка. Мы можем говорить про векторное пространство и операторов в нём, а можем говорить про k от t модули. Так, и вот сейчас я рассказываю последний вопрос, после которого мы должны будем принять вот соответствующее эстетическое решение. Это решение не является принципиальным, оно, понимаете, просто касается только стилистики и больше ничего. Оно не касается содержания. Содержание будет ровно одним и тем же. Так, это то, что там в девятнадцатом веке называлось лямбда-матрицами. Если вы откроете там любую книжку девятнадцатого века, там типа учебник линейной алгебры Мальцева, там или что-нибудь ещё, там отпишется лямбда-матрица. Так, вот это ровно, ровно идёт речь о структуре k от t модулей. Так, ну вы подумай, а, до следующего, а, ну мне нужно узнать до следующей лекции, да, что вы решите. Ну давайте до, уже после лекции, да. Квантовую монетку. Мне кажется, что Константин Игоревич вам уже рассказал, ну по крайней мере одной группе уже рассказал вот на этом языке, да. Поэтому, может быть, имеет смысл рассказать на таком языке. Вот, значит, итак, следующий вопрос, это минимальный многочлен оператора. Это вопрос десять. Так, этот вопрос, значит, ну, собственно, тоже я могу искать одну фразу вместо всего вопроса. Значит, k, t, кольцо главных идеалов. И поэтому любой идеал там порождается одним элементом. Вот этот элемент называется. Так, значит, пусть у нас f это оператор на векторном пространстве v, значит, v это векторное пространство над полем k. Так, но вот здесь, как вы понимаете, уже никаких коммунитивных колес в качестве коэффициентов нету. Потому что мы будем пользоваться тем, что это кольцо главных идеалов. А это кольцо главных идеалов, именно если коэффициенты образуют поле. Потому что там мы знаем, что кольцо z от t уже никаким кольцом главных идеалов не является. Правда, да? Это двумерное кольцо. Так. И там далеко не все идеалы главные. Вот. Значит, ну и рассмотрим какой-то вектор из этого векторного пространства. Определение. Значит, многочлен f из k от t называется аннулирующим многочленом. вектора v относительно оператора φ, если f φ от v равно 0. Так. Давайте обозначим через аннулятор, значит, v. Так. Ну где-то еще нужно φ написать. φ. Обозначим множество всех аннулирующих многочленов вектора. Так. Лемма. Аннулятор любого вектора является идеалом. Так. Доказательства. Первый вопрос. Сегодня. Параграф. Параграф 7. Правда, да? Так. Ну что говорится? Так. Все согласились тут же, да? Так. Значит, говорится, что если f и g принадлежат аннулятору, то их сумма принадлежит аннулятору, да? Так. Их сумма. Так, да? Ну как определяется сумма… Так. Это гомоморфизм. Правда, да? Как определяется сумма линейных операторов? Равно нулю. Так. То же самое, значит, если один из аннулятора, а второй любой, то есть также произведение равно нулю, да? Ну, поскольку, понятно, да, они коммутируют, то мы можем применить, значит, тот из них, который дает нуль, всегда первым, а потом уже применить второй к нулю. Так, значит, это первое. Второе, если f принадлежит аннулятору, а g многочлен любой, так, то g значит на f от φ от v равно g от φ на f от φ от v равно g от φ, f от φ от v равно нулю, равно нулю. Ну и, конечно, умножение на скаляр, значит, λ f от v равно f от v лямбда равно нулю. Вот, так, значит, действительно, а, а, это идеал алгебры. Зачем я проверял третье, все понимают, да? Что это не просто идеал кольца, это идеал алгебры. Идеал алгебры, это, значит, вектное подпространство, которое, не просто подгруппа аддитивная, вектное подпространство, которое выдерживает умножение. Вот, значит, таким образом это идеал кольца многочленов. А каждый кольцо многочленов является кольцом главных идеалов. Так, и, значит, каждый идеал там порожден одним элементом. Вот тот один элемент, который порождает этот идеал, называется минимально манулирующим многочленом векторовое определение. Значит, многочлен, так, ну давайте как мы его обозначим, если я как-нибудь его обозначаю. Я его никак не обозначаю, это очень плохо, мне нужно будет придумать к следующему разу обозначение. Многочлен, порождающий аннулятор, называется минимальным аннулирующим. А многочленом вы относительно, относительно φ. Так, ну в старых учебниках вы, конечно, найдете такое определение, минимальный аннулирующий многочлен, это аннулирующий многочлен наименьшей степени, но понятно, что это одно и то же. Это ровно доказательство того, что эвклидовое кольцо является кольцом главных идеалов. Что функция степени является эвклидовой функцией в кольце многочленов от одной перемены над полем. Правда, да? Так, значит, ну это то же самое, что аннулирующий многочлен наименьшей степени. Ну, не нулевой. Многочлен наименьшей степени. Ну, это называется деление с остатками. Вот, это для случая одного вектора. Но на самом деле нам обычно нужно аннулировать не один вектор, а нам нужно аннулировать много векторов, желательно все. Так, значит это называется аннулирующим многочленом самого оператора. Значит, определение, а вот этот идеал называется аннулятором. Аннулятор. Аннулятор вектора В относительно φ. Так, определение аннулятором φ называется аннулятором φ. Пересечение всех аннуляторов, всех векторов относительно φ. По всем векторам. А, я ровно успеваю доказать, что существует минимальный аннулирующий многочлен, но уже не построить разложение ядра, конечно, сегодня. Это будет в следующий раз. Вот. Но вы будете смеяться, значит, что пересечение идеалов является идеалом. Так. Понятно, что любой элемент отсюда называется аннулирующим многочленом оператора φ. Значит, f принадлежащий аннулятору φ, аннулирующий многочлен оператора φ. Значит, это тоже идеал в, идеал в, в КТ. Так, ну и многочлен, определение. Многочлен, порождающий аннулятор φ, называется минимальным аннулирующим многочленом оператора φ. И теперь мы, наконец, можем сформулировать теорему Келли Гамильтона. А, ну да, это теорема Келли Гамильтона. Степень минимального аннулирующего многочлена не превосходит n. Так, ну я думаю, что в этом месте уместно поставить точку с запятой. Так, ну да. Так. Так, ну да. Продолжение следует...